Хороший портрет должен и сегодня, и через сто лет, показывать, как человек выглядел и что собой представлял. Это слова одного из самых известных фотографов-портретистов Филиппа Халсмана. Он считал, что нельзя получить настоящий живой портрет, заставляя человека принять ту или иную позу. Жертву нужно провоцировать, развлекать шутками, убаюкивать тишиной, задавать такие дерзкие вопросы, которые даже лучший друг побоялся бы задать. На прицеле его фотоаппарата оказывались известнейшие люди – Марлин Монро, Сальвадор Дали, Альберт Эйнштейн, Зигмунд Фрейд и многие другие. А в 1952 году Филиппу Халсману поступил заказ сделать официальный портрет семейства магната Генри Форда. И вот, после долгой и весьма сложной фотосессии, хозяйка дома предложила фотографу выпить чашечку чая. Вдруг, неожиданно даже для самого себя, Филипп спросил, не разрешите ли вы сфотографировать вас в прыжке? Вы же не заставите меня прыгать на этих каблуках, только и спросила она, разуваясь. Это был первый прыжок из двух сот. Для Халсмана прыгали даже герцог и герцогиня Виндерские. Прыжок, как правило, получался причудливым и смешным, но в то же время, когда человек подпрыгивал, вся броня, которую он носил на протяжении дня, тут же спадала. Шесть лет популярный нью-йоркский фотограф, чьи снимки частенько украшали обложки журнала Life, в конце каждой съемки просил своих моделей как можно выше прыгнуть. А в 1959 году вышел фотоальбом «Книга прыжков», ставший практически классикой фотоискусства. Заслуги Филиппа Халсмана были оценены по достоинству. В 1945 году его избрали первым президентом Американской ассоциации журнальных фотографов. В 1951 Филипп становится членом знаменитого фотоагентства Magnus Photos, а журнал «Популярная фотография» называет Халсмана одним из десяти величайших фотографов в мире. Продолжение следует...